Спасибо, что смотрите телеканал Атамикен Бизнес. Это программа «Время говорить». Прямой эфир. Бизнес сообщества у нас требует остановить поток претензий от налоговиков, которые в массовом порядке сейчас в регионах Казахстана заявляют, что предприниматели в разных сферах бизнеса занимаются фиктивными сделками. До начислений, оказывается, эта проблема никак не решается, я бы так сказал. Все подробности рассказывают сейчас Азат Перуашев, депутат Мажориса и председатель демократической партии «Акжол». Сегодня вы подняли этот вопрос, ребром поставили перед официальными органами. Давайте по порядку. Судя по тому, что прозвучало на вашей встрече, я делаю вывод, что ситуация критическая. Да, мы видим, что происходит эффект такой лавины, снежного кома, когда все больше и больше предприятий затягивается в орбиту вот этих претензий, на мой взгляд, достаточно спорных со стороны налоговых органов. И эти претензии, вы правильно сказали, судебные органы в 95% случаев поддерживают, начисляют огромные штрафы, сотни миллионов и миллиардов тенге. И многие предприятия, нормально действовавшие на протяжении 5, 10, 20 лет, сотнями занятых, они сегодня оказываются на грани разорения. Давайте послушаем, есть у нас пример. Карагандинская область, третий фрагмент, пожалуйста. Это юрист Родогой Саду, она делится вот такой вот безрадостной статистикой. Согласно имеющимся статистическим данным, количество направленных исков органами ДГД, УГД Карагандинской области о признании сделок недействительными составило 2017 год, 116 исков, 2018 год, 481, 2019 год, более тысячи или в 9 раз больше по сравнению с 2017 годом. Процент удовлетворения исков налоговых органов по спорам о признании сделок недействительным тоже впечатляет. 2017 год, 98%, 2018 год, 99%, 2019 год, 99,9%. Это как раз тот случай, когда цифры говорят лучше слов и, по нашему мнению, свидетельствуют о полной отсутствии состязательности в спорах с предпринимателей и налоговых органами. В обосновании своих исков налоговые органы приводят стандартные доводы. Это предположение о экономической нецелесообразности сделки в связи с отсутствием у поставщиков активов в виде зданий, сооружений, транспорта и малочисленности персонала. Все это, по мнению налоговых органов, свидетельствует, что сделка была произведена фиктивно. Счета фактуры выписывались фиктивно с целью уклонения от уплаты налогов. Это такая выжимка того, что в одной области происходит. Вы мне объясните, как может быть такой огромный рост в 9 раз? Кто стал хуже работать? Предприниматели начали заниматься ерундой и махинацией? Или налоговые органы начали хорошо работать и выявлять эффективность? Первое. Это касается не только Карагандинской области. Сегодня у нас на встрече были предприниматели из Козлорды, из Уральска, из Кустанайна выходили по видеоконференции, из других регионов. То есть эта проблема, повторюсь, она набирает обороты. И даже член Верховного суда, который присутствовал у нас на встрече, он подтвердил, что 95% по его данным обращений налоговых органов поддерживается судами, удовлетворяется. Значит, предприниматели не правы, значит, не мошенники. Но вот это как раз-таки вопрос спорный, потому что вот здесь госпожа Садова абсолютно права. Получается, что методологически, что предъявляют налоговики? Видят составная сделка, они предъявляют. Тут у этого предприятия мало активов или мало работников. Значит, для них эта сделка не имела экономической выгоды, не имела прибыли. Поэтому мы считаем, что она недействительная. Подождите, на встрече предприниматель говорит. Вот мне предъявляют претензии. Я построил этот объект, вот он. Вот она, дорога положена. Вот построены здания, сооружения. На них ушла себестоимость. Это строительные материалы, зарплата работникам, амортизация оборудования. Это все же не с воздуха далось. А налоговик отвечает, это меня не интересует. Вот это формулировка предположения о экономической целесообразности сделки. Когда мы начинаем выяснять, там получается, что, во-первых, вот это такая возможность дана налоговым инспекторам не законным, не налоговым кодексом, а нормативным постановлением Верховного Суда. Вот в чем проблема. В котором предусмотрено, что если речь идет о претензиях в интересах наполнения бюджета, то тогда у налоговика есть право по собственному усмотрению признать сделку недействительной. Если увидят, там мало активов, мало работников и так далее. То есть, он что, царь и бог у нас получается налоговик? Получается так. Сейчас получается так. Там даже получилась интересная ситуация, когда председатель Верховного Суда говорит, что оборудование методологическое у налоговиков, у них нет методики. Налоговики подтверждают, что да, у нас это вопрос спорный, мы еще спорим, но при этом возможностям такое дает постановление Верховного Суда, которое тоже имеет нормативное значение. Почему судьи всегда на стороне ДГД? Ну вот как раз таки вот в этом нормативном постановлении, о котором я говорю, да, там прямо указано, что в тех случаях, когда обращение налоговика в интересах бюджета, то оно уже априори считается как бы полноправным. Но так же можно весь бизнес расстрелять. В том-то и дело. И сегодня вот около ста, там больше ста предпринимателей было, которые говорят, хорошо, вы нас сейчас кончите, вот сотни наших людей оставите. Ну там ставил человек, у меня 500 работников, у другого 400 кота, 200 кота, 50 кота, пусть двое работников, не в этом дело. Кто их будет кормить? Они говорят, хорошо, эти люди пойдут сейчас за АСП, требовать адреса социальной помощи, потому что они останутся без работы. Предприятие, которое платило худо-бедного, одни говорят, я плачу 150 миллионов тенге в год налогов. Другой говорит, я плачу 40 миллионов тенге в год налогов. И этих налогов больше не будет. Им начисляют налоги, которые предприятие физически не в состоянии выплатить. Например, Кустанайскому заводу АБЗ Плюс начислили 3,5 миллиарда при годовом обороте около 500 миллионов, например. 3,5 миллиарда налогов и штрафов, и пене. То есть, понятно, что такая сумма никогда выплачена не может быть. Подождите, он сейчас закроется, наверное. Да, это банкротство. Это предприятие целенаправленно убивают. Эти деньги в бюджет не поступят. Более того, тот субъект, который раньше платил налоги, они платили очень приличные суммы, они прекращают платить налоги, и бюджет лишается источника налогоблагаемой базы. То есть, это рубить цук, на котором ты сидишь. Но Токаев же в каждом своем выступлении практически одну мысль ведет. То есть, бизнес, нам нужен сильный бизнес, мы должны бизнес поддерживать, нельзя бизнес давить. Президент Токаев даже в сентябрьском послании народу Казахстана особо внимания уделил необходимости модернизации налогополитики. На неданном заседании правительства 24 января, он опять же вернулся к проблеме налогополитики. Он сказал такую вещь, что нам нужно, у нас слишком много налоговых, вот нужно их, с одной стороны, оптимизировать, с другой стороны, сделать так, чтобы они работали на реальную экономику, на реальные предприятия. И сегодня нам налоги, они говорят одну часть слов президента, говорят, вот у нас много льгот. Но они не говорят вторую часть, что льготы должны быть, но они должны быть целенаправленные на достижение реального эффекта. Так вот, работающие предприятия это эффект. Рабочие места на этих предприятиях это тоже эффект. Если мы сейчас это уберем, то лишились. А второй момент, де-факто сегодня что происходит? Сегодня налоговики фактически заставляют платить налоги дважды. То есть, мало того, что бизнес заплатил один раз все эти налоги, теперь к нему заменитислом приходят, да начисляют вот по этим сделкам, так называемые, вот такие гигантские суммы, астрономические, которые я называю, там, миллиардных и сотых миллионов, и фактически заставляют его повторно платить то, что он уже оплатил до того. Это никакая не льгота. Это фактически двойное налогообложение. Давайте послушаем предпринимателя из Западно-Казахстанской области. Второй фрагмент, пожалуйста. Вот с какой проблемой они там сталкиваются? Второй вопрос. Это по законодательству. Насколько, согласно статье 14 Конституции, мы все равны, все граждане РК равны перед судом и законами, то выходит такое обстоятельство, что при обращении в суд и генеральную прокуратуру статьей, согласно статье 438, частью 6, нам отписывают статью 434, частью 2, пунктом 3. Я хочу вам огласить именно, прочитать статью 434, частью 2, пункт 3, гражданского процессуального кодекса. Не подлежат пересмотру судебные акты по делам юридических лиц при сумме иска менее 30 тысяч месячных расчетных показателей. Мы занимались в городе Уральской газификацией. Из крупного бизнеса на сегодняшний день мы упали до малого бизнеса. Насколько мы все равны перед законом и судом, то данная статья вообще противоречит этой статье Конституции. Отсюда выходит вопрос, что же делать малым предприятиям, которые годовой, общий годовой оборот, не превышать 80 миллионов, они получают только зарплату. И когда такие крупные предприятия кидают, малые предприятия исполняют свои, будем говорить, свои вопросы, и в то же время суды говорят, что, извините, у вас не превышает 30 тысяч месячных показателей, и мы вам отказываем в вашем пересмотре. Это обращаемся мы к суду, обращаемся к генеральной прокуратуре, обращаемся к депутатам. Действительно, это противоречие идет Конституции 14 статьи. Мы все равны перед законом и судом. Ну, наболело, видимо, да, вот, я так понимаю, постарался он все предпринимателю объяснить. В чем есть проблема? Ну, там, на самом деле, в ходе вот этого нашего сегодняшнего 4-часового обсуждения много очень было затронуто таких смежных тем, помимо вот проблемы президента сделки недействительными. Это одна из проблем, которую коллеги подняли, о том, что у малого бизнеса нет возможности обратиться в суд по своим претензиям, по претензиям, если их претензии менее установлено порога. Но, правда, на него было много с органами разъяснения, что эта статья нивелируется другими статьями. Мы посмотрим. Если эта проблема, на самом деле, существенная, мы, как фракция, обратимся, значит, с такой инициативой, чтобы такое неравенство убрать. Это он прав. Но здесь он второй момент затронул, очень важный, о том, что очень часто сегодня малый СДБС оказывается беззащитным перед лицом крупных компаний, которые даже после выполнения контрактов не торопятся рассчитываться с своими поставщиками и со своими подрядчиками. И вот, если вы помните, вот пару недель назад фракция «Жол» делала запрос по поводу ситуации на «Арселор Миттл». Да, и по налогам, и которая ежегодно затягивает выплату местным, отечественным компаниям, это, как правило, малоседные предприятия, оплату за уже выполненные работы, за поставленные товары, там суммы исчисляются миллиардами, и затягивается оплата по полгода и больше. Я могу прийти пример. Сегодня, если вы кредитуете в банке, то каждые полгода вы где-то 20-21% будете платить, проценты ставки. То есть, фактически, бизнес теряет порядка 10%, как минимум, а может, и 20% от своей прибыли, от таких действий крупных, особенно сырьевых компаний. Смотрите, что нам пишут. Слушаю вас, слушаю. Это WhatsApp. Мы в прямом эфире, я напоминаю. Нельзя допустить, чтобы под флагом противодействия отмыванию доходов ущерб бизнесу и экономике в целом был. Это надо отслеживать. Ну, в принципе, согласен. Очень правильный вопрос, поскольку сегодня нам, как пояснили представители Комитета госдоходов, эти вот меры предпринимаются ими в целях пресечения теневой экономики, в целях пресечения обналичивания и так далее. Мы слушаем, так ловите мошенников, мы за. Давайте ужесточим ответственность. Но почему же вы ответственность за их финансовые аферы перекладываете на добросовестный бизнес, который работает сегодня, который реально платит налоги, выполняет добавленную исполнику. Суды невозможно отстоять, я так понимаю. А суды просто берут, мы уже статически вам озвучили, как они рассматривают вопрос. Смотрите дальше. Почему вы тогда, как депутат, не хотите все поменять? Законы. Мы как раз хотим поменять, пытаемся поменять. И сегодня мы, по итогам суждения, я предупредил налоговое время, что наша фракция будет эти вопросы не только в статье в запросах, но и в ходе рассмотрения законопроектов, которые идут. Но другое дело, что у нас в парламенте 7 человек, и нам достаточно нелегко такие вопросы продвигать. Первое, второе, это очень важное. Согласно нашему законодательству, поправки, которые касаются доходной части бюджета, не могут быть приняты без положительных заключений правительства. А позицию правительства формируют те самые налогоорганы. То есть, чтобы мы не предложили, налогоорганы скажут, что они не поддерживают, и эти поправки не будут приниматься. Кто тогда изменит ситуацию? Вот как, вот сейчас вы проблемы себе обозначили, вы взяли их на карандаш. Я не знаю, сейчас будете, сегодня вы прямо заявили, что надо отказываться от варварских методов работы. Минфину, вы сказали. Ну, а дальше-то что? Ну, мы здесь, во-первых, мы сегодня, я надеюсь, все-таки были услышаны, потому что разговор при всем, при том, что был достаточно такой напряженный, на высоких тонах, но все-таки нас услышали и представители Минфина, и Минэкономики, и Верховного Суда, и Генпрокуратуры, они подтвердили, что проблема им воспринята всерьез. Потому что эта проблема обострилась в последние три года. Вот сейчас сегодня мы бьем в колокола, что она набирает обороты. И втягивает все больше и больше. У нас было лжепредпринимательство, я помню, у нас все через одного лжепредпринимателей были лжепредприниматели. Судя по всему, налоговики изобрели вот этот подход теперь, признание сделки действительными. И сейчас повторяется та же самая ситуация, которая все больше и больше предприятий затягивает под эти санкции. Можно ли изменить нормативное постановление Верховного Суда, в котором дана такая большая власть налоговому инспектору? Вы знаете, мы эту проблему обозначили, актуализировали еще в прошлом году. После нашей встречи с председателем Верховного Суда, Жаким Кажимановичем Асановым, была создана рабочая группа председателя Верховного Суда, которая начала работать, проработала до лета. Но из-за того, что там были разные точки зрения, она ничем пока не закончилась. Поэтому один из сегодняшних выводов нашей встречи, мы будем обращаться в Верховный Суд с просьбой возобновить продолжность работы этой рабочей комиссии, именно которая должна быть посвящена корректировке, пересмотру этих норм нормативного постановления Верховного Суда. Давайте еще послушаем одного предпринимателя, Кирилл Саверский, директор КАС «Трансметалл» Крагандинской области. Пожалуйста, его фрагмент. Да, я попрошу сейчас режиссера поставить Саверского фрагмента. Наша ситуация от всех вышеперечисленных отличается тем, что у нас произошли доначисления при факте признания сделок действительными. То есть, это шедевральная ситуация, комитет госдоходов ее знает, КАС «Трансметалл». У нас было предприятие в Караганде с штатной численностью 200 человек, с годовым оборотом порядка 2 миллиардов. Мы производили стройматериалы, которые в том числе ставили на Астану, строила СЕКСП и прочее. По результатам проведенной налоговой проверки нам было доначислено условно 100 миллионов. Из них 50 мы сумели обжаловать, а 50 оставили. Соответственно, вот эти 50 оставленных нам миллионов доначислений были доначислены по утверждению налоговой службы, что нам услуги оказаны не были. Ну, это по всему Казахстану. Нет, вот у них уникальная ситуация. У них получается, в одном случае суд признает сделку недействительной, именно доначисляет. А в другом случае, когда они говорят, тогда давайте сделаем реституцию. То есть, по закону вернем ситуацию в обратную. Тогда мы со своим подрядчиком расстреляем город, пусть они возвращают нам деньги. Обращаются в суд, так это тот же самый суд признает сделки действительными, состоявшимися и отказывает им в возврате полученных денег. И в то же время, значит, эти сделки этим судом признаются недействительными в целях налогообложения. То есть, парадокс, абсурд. Давайте, телезрители, смотрите, что пишут. Пора убирать правила о верховенстве мнений правительства. Может, правительство в отставку, видимо, надо отправить, если оно не хочет учитывать мнение народа. А что вы скажете, как депутат? Ну, это конституционная норма, заложена в конституционном законе о парламенте и статусе его депутатов. Не будет ли это не вставку правительства, нет? По итогам вот таких вот? Ну, дело в том, что эта ситуация, она у нас, мы с вами только что говорили, принялся уже предпринимательством. Я вам наполю, у нас ушло 10 лет на то, чтобы ту статью декриминализировать. И за это время много правительств было, сменилось здесь. Поэтому вопрос не в персональных. Вопрос в том, что мы должны создать реальный, доброжелательный по отношению к бизнесу климат. Второй момент. В налоговом кодексе заложена презумпция добросовестности налогоподельщика. И мы видим при этом, что суд совершенно не руководствуется этим принципом. Так, смотрите, еще момент. Насколько правомерно, что налога по результатам проверки нашего поставщика, исселаясь на акт проверки, выставила уведомление нашему предприятию, чтобы мы сняли с зачета, вычитав всю сумму по взаимозасчетам с данным предприятием. Ну, сложно ответить, конечно. Счет предприятия арестован налоговым органом. Типичная ситуация. Вот сегодня, сегодня только у нас было, я повторюсь, более 100 таких компаний. Вы можете помочь предпринимателю? Вот он пишет, у него арестован счет, например. Мы сейчас договорились, значит, и с представителями Комитета госдоходов, с представителями Верховного Суда и прокуратуры, что мы аккумулируем все вот те заявки, которые к нам поступили, направим их в уполномоченные органы для предмета развиваться, покажем, как и в этом случае. Давайте завершать, потому что прямой эфир у нас подходит к концу. Все-таки, какие реформы сейчас в области нашего развития бизнеса необходимы нам очень, очень, очень. Ну, очень, вот сегодня вот это одна из горячих проблем по поводу признания сделок недействительными, которые, понимаете, что интересно, мы сегодня не просим никаких преференций для бизнеса, просто овцать его в покое, не мешайте ему работать. Сегодня основное требование в этом, потому что, к сожалению, под видом забот предпринимательства все чаще мы видим, что бизнес от этого только теряет. Поэтому, по-хорошему, нужно быть, просто создать понятную, прозрачную и чистую систему работы. Спасибо большое. Это был Азат Перевашев, депутат Мажелиса и председатель демократической партии Акжол. Вам спасибо за вопросы, активное участие. Наш программ на сайте inbusiness.kz. До свидания. Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин